Добрый вечер! Давайте вместе подведем итоги этого дня. Судья Анна Москаленко и вот главные темы. С 1 сентября учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. А знают ли взрослые барнаульцы государственную символику нашей страны? Узнаем в выпуске. Губернатор Алтайского края Вектор Томенко в день местного самоуправления вручил муниципальным служащим краевые награды. Бывшего замглавы Барнаула Юрия Еремеева задержали. В каком преступлении подозревают экс-чиновника, расскажем через несколько минут. С 1 сентября учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Как сообщили в Минпросвещении, рекомендации уже направлены в образовательные организации. А знают ли взрослые барнаульцы государственную символику нашей страны? Узнала Анастасия Меншакова. Белый – мир и чистота. Синий – вера и постоянство. Красный – сила и кровь, пролитая за Отечество. Это неофициальная трактовка значения цветов флага Российской Федерации. А знают ли барнаульцы, в каком порядке сверху вниз расположены полосы на флаге? А что же держит в лапах золотой двухглавый орел на гербе России? Давайте это выясним. Жазел и, не помню, как называется, сфера шар. Скипетр и держава. Не знаю, как точно это называется, но я могу представить. Шар, сверху крест и посох. Я вот за нашу символику, ну вот я не знаю, извините. Еще один государственный символ нашей страны – гимн. Его современную версию приняли в 2000 году. Смогут ли барнаульцы определить, относятся ли к ней строки «Славься, Отечество наше свободное», «Дружба народов», «Надежный оплот». Гимн, конечно же. Почему? Россия. Это основа гимна, наверное, Советского Союза. Сейчас он переделан, и там немного другая. Где-то из какого-то произведения классического. Из гимна Российской Федерации. Подведем итоги. Государственный флаг – прямоугольное полотно из трех равновеликих горизонтальных полос. Сверху вниз цвета расположены следующим образом – белый, синий и красный. Как оказалось, не все барнаульцы помнят об этом. Кстати, современную версию российского триколора утвердили в 1993 году. В этом же году приняли современный государственный герб. На нем изображен золотой двухглавый орел на красном щите. Он, сохраняя государство, смотрит и на запад, и на восток. В лапах орла – скипетр, золотой жезл, и держава – золотой шар. Они означают силу и могущество единого государства. А вот строки «Славься, Отечество наше свободное», «Дружба народов», «Надежный оплот» – относятся к гимну Советского Союза. Из него позаимствовали музыку и основу текста современного гимна Российской Федерации. Поэтому часть опрошенных – это ввело в заблуждение. Давайте послушаем. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в день местного самоуправления вручил муниципальным служащим краевые награды. Глава региона напомнил, что в крае более 700 глав муниципальных образований, около 7,5 тысяч муниципальных депутатов и свыше 5 тысяч муниципальных служащих. В эту профессию, на эту работу, в эту деятельность приходят люди по-настоящему неравнодушные, люди, которые находят в себе мотивацию, очень высокую мотивацию, заниматься этой сложной деятельностью, и где-то люди по-настоящему отважные. Поэтому я искренне сегодня всех вас поздравляю с этим профессиональным праздником, с Днем органов местного самоуправления. Участников церемонии также поздравили спикер Краевого парламента Александр Романенко и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Алтайского края, глава Олейского района Светлана Агаркова. Руководители муниципалитетов отмечают большую поддержку краевых властей в выполнении ключевых и финансово емких задач. Краевая поддержка по многим направлениям есть, но основное это прохождение зимнего отопительного сезона, во-первых, и на подготовку, и на само участие. Мы активно, район я имею в виду, участвуют в краевые адресные инвестиционные программы по капитальному ремонту объектов, по строительству. Поэтому нам грех обижаться, у нас получается взаимное сотрудничество, за что мы очень благодарны и губернатору, и правительству. Бывший замглавы Барнаула Юрий Еремеев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. По данным следствия, Еремеев получил взятку, когда был главой администрации Центрального района Барнаула с 2015 по 2016 год. Один из граждан подкупил его строительно-монтажными работами, которые выполнили на личном земельном участке экс-чиновника, а взамен хотел занять руководящую должность в районной администрации. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности бывшего чиновника. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, в отношении него следователям Следственного комитета будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Барнауле оштрафовали компанию, которая установила игровые автоматы на автовокзале под видом платежных терминалов. Об этом сообщают в Алтайском линейном управлении МВД. Как сообщают в пресс-службе ведомства, граждане вносили туда наличные, а затем играли и делали ставки. Правоохранители изъяли оборудование и направили на экспертизу. В результате суд признал компанию-организатора виновной незаконной организации и проведение азартных игр и назначил штраф 400 тысяч рублей. 184 ДТП произошло на дорогах Краевой столицы за 4 месяца. Погибли 8 человек. Это число выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию, чтобы снизить аварийность. 20 экипажей практически каждый день выходят на акцию в Барнауле. Задача инспекторов – напомнить водителям и пешеходам правила поведения на дороге. Самые распространенные причины ДТП – управление транспортом в нетрезвом состоянии, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и нарушение ПДД на пешеходных переходах. Экипажи работают на аварийно-опасных местах, где часто происходили дорожно-транспортные происшествия. А сегодня это наезды на пешеходов. В районах пешеходных переходов работают. Затем они будут перемещаться вблизи учебных организаций, работать во время как раз пересменки, когда дети идут из школы и в школу. Отмечу, что ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют 200 нарушений правил дорожного движения. И это только в Краевой столице. В Барнаульском парке имени Ленина прошел массовый субботник. К нему подключились выше 500 неравнодушных жителей Краевой столицы. Организаторами экологической акции «Чистый парк. Чистому району» стали алтайские единороссы. На уборку они пришли вместе с молодой гвардией, участники которой проживают рядом с парком. В молодой гвардии я нахожусь уже три года, и это точно не мой первый субботник. Для нас это уже добрая традиция, когда мы совместно с депутатами, совместно с молодежными организациями, студенческими отрядами приводим в порядок родную для нас территорию. К субботнику также присоединились общественные организации, дружинники, волонтерские студенческие отряды, сотрудники парка спорта и Барнаульского зоопарка. И жители сразу двух районов – Индустриального и Ленинского. Не первый год мы собираемся, но так получается, что все по отдельности. Отдельно молодежь, отдельно союз пенсионеров, отдельно народная дружина, отдельно жители микрорайона Невский. И мы все по отдельности немножко выходим, и нет такой массовости. Хочу привезти дома, когда генеральную проведешь, и потом поддерживать чистоту проще. И в этом году была принята партия «Единая Россия» Барнаульским местным отделением в рамках партийного проекта «Чистая страна» провести масштабный такой субботник, объединить нас всех, навести разом порядок, убрать мусор. Собранные активистами мусор вывезут с территории парка в ближайшие два дня. Субботники в этой зоне отдыха проведут летом. Поддерживать чистоту в парке будут сотрудники Барнаульского зоопарка. В Алтайском крае продолжаются концерты «За Россию» в поддержку солдат, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Сегодня один из них проходит в Бийске. И прямо сейчас моя коллега Елена Самарина там. Здравствуйте. Как мероприятие? Да, здравствуйте, Анна. Мы находимся сейчас в Бийске, на площади перед торговым центром «Ривьера» на Зеленом Клине. Сегодня здесь проходит концерт «Марафон за Россию» в поддержку наших военных, которые принимают участие в спецоперации на Донбассе. К сожалению, из-за погодных условий концерт досрочно завершили. Ну, я расскажу о том, что было на концерте, кто выступал. Первым на Бийской сцене выступил местный артист Юрий Мещеряков. Он исполнил свои авторские песни. Затем выступал поэт из города Москвы Игорь Караулов. Он прочел свои стихотворения. Ну, а после него Бийчан порадовала местная группа «03». Они также исполнили свои самые известные хиты. Далее последней выступающей группой стала группа «7Б». Они тоже исполнили все свои самые известные музыкальные произведения. Ну и, к сожалению, на этом концерт пришлось завершить, потому что ветер и дождь попросту разрушили сцену. И это небезопасно как для артистов, так и для всех Бийчан. А жители Бийска, которые стояли за моей спиной под зонтиками, сейчас разбежались, потому что начался очень сильный дождь. И, собственно, я уже тоже вся замерзла, промокла, и поэтому немножко теряюсь в мыслях. Анна, у меня пока на этом все. Подробнее о том, как проходил концерт, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Я передаю слово вам в студию. Анна. Спасибо, Елена. Возвращайтесь в Барнаул. Ну а мы завтра уже увидим детали концерта. 605 библиотек Алтайского края завтра присоединятся к ежегодной культурной акции «Библионочь». Она пройдет в Олейске, Белокурихе, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Яровом. К ней также присоединятся учреждения всех районов края. Что ждет в «Библионочь» барнаульцев, расскажет моя коллега Юлия Шламова. 13 барнаульских библиотек примут участие в акции «Библионочь». И, пожалуй, самую обширную программу подготовили в Краевой научной библиотеке имени Шишкова. Программа пройдет в стилистике ярмарки. Году культурного наследия народов России здесь посвятили отдельную выставку. На ней представлены книги, изданные в период с 1937 по 2022 год, а также глиняные, керамические предметы, предметы из лозы и дерева. Абсолютно все ремесла, которые являются визитной карточкой нашей страны, на выставке представлены. Это и росписи по дереву, это и росписи по металлу, это резьба по дереву, это вышивка, это вологодское кружево, безусловно, это игрушка. Вход в Краевую библиотеку имени Шишкова во время акции по читательским билетам, бумажным, пластиковым и электронным. Возрастное ограничение 14+. Но и самые маленькие посетители смогут принять участие в акции, ведь название «Библионочь» условное. В Краевой детской библиотеке имени Крупская будут ждать ребят с 18 часов. Здесь подготовили познавательные игры и викторины. Здесь пройдут кукольные спектакли и мастер-классы. В разных залах библиотеки подготовили фотозоны и выставки. Будет работать и традиционный библиомагазин. Раз в году, уже в течение 10 лет, у нас открывается библиомагазин. Ребята, когда участвуют в акциях, в викторинах, могут заработать библики. Это вот такая вот у нас наша библионочная валюта. И потом, когда библиомагазин открывается, они там могут что-то себе приобрести, какие-то констовары, какие-то игрушки. В мемориальной библиотеке имени Башинова посетителей будут ждать уже 16 часов, независимо от возраста и наличия читательского билета. Здесь пройдет встреча с алтайской писательницей Ольгой Кан. Она расскажет о своей книге «Зеленка» или «Все мамы летают». Также сотрудники библиотеки подготовили краеведческие игры и квест. Квест представляет из себя несколько интересных станций, которые поведут наших гостей по карте Алтайского края. И из разных районов они попадут, соберутся в центре, в сердце нашего края, в городе Барнауле. За правильные ответы они будут получать баллы, а в конце их ждет приз. Библионочь также пройдет в Центральной детской библиотеке Барнаула, Краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих и еще в 10 филиалах. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. До праздника Светлой Пасхи остается всего несколько дней. Многие уже начали готовить праздничный стол, печь куличи. Однако не у всех барнаульцев есть возможность изготовить сладости дома. И тем более возможность осветить праздничные угощения в храме. Компания «Мариара» позаботилась о своих покупателях. Осветила пасхальные куличи еще на этапе производства в алтайском хлебе. Чтобы на прилавки в магазины попала уже готовая к празднику продукция. Не у всех есть возможность попасть в храм на служение. Я считаю, что это очень хорошо. Сами куличики очень хорошие. У нас дети очень любят. Так что всем рекомендую, покупайте куличики уже готовые. Такую акцию в компании «Мариара» проводят не первый раз. В прошлом году при сложной эпид-ситуации не все могли прийти в храм. Осветить куличи не было возможности. В этом году на предприятии решили повторить акцию и поддерживать ее ежегодно, сделав доброй традицией. Покупатели сети «Мариара» в прошлом году достойно оценили возможность приобретения пасхальных освещенных куличей на магазине. Поэтому мы вновь поддержали идею организованного освещения куличей на производстве. С 16 апреля уже проходит отгрузка готовых освещенных куличей. Приобрести их можно в любом магазине сети по специальным ценникам. Кроме того, 23 апреля в 30 филиалах будет проходить дополнительное освещение. «Мариара» приглашают прийти на него со своими праздничными куличами. Алина Пенигина, Сергей Балуев, Роман Хайрулин. Новости. Новая пара появилась в Бурнаульском зоопарке. Верблюдов Мартика и Вику познакомили недавно. До этого девочка полгода находилась в карантине, как и другие привезенные животные. Сейчас верблюдов переселили в один вольер. Как сообщают в зоопарке, между животными сразу возник интерес. Сейчас они все время проводят вместе. И на сегодня это все. Напомню, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Присылайте свои темы, и о самых интересных мы будем рассказывать в наших эфирах. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера и не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...